Здравствуйте! Данное видео я очень рекомендую посмотреть вам от и до. Тема-то касается каждого человека, хотя некоторые люди от этого отмахиваются. И даже врут сами себе. А речь вот о чем. Мой канал ведь в основном о здоровье, и некоторые люди, некоторые, но постоянно пишут следующее, что, мол, о здоровом питании и все это ерунда. Вот мой дед, мол, пил, курил там, ел все подряд, 90 лет прожил. Постоянно есть такие пишут. И якобы они этим доказывают что-то. Ну, например, то, что я говорю неправильно. А на самом деле у них этот протест идет от чего? От того, что они понимают, что они ведут нездоровый, неадекватный, неестественный, вредный образ жизни, живут для своего наслаждения, удовольствия и так далее, и гонят таким образом от себя мысли, что они долго не проживут, и помогают им такие обманки, вроде как дед жил, пил, курил там все что угодно и прожил долго. Давайте я это разберу. Хотя я это много раз объяснял в тех или иных видео, но теперь придется пояснить подробнее это. И я прошу, и себе помогите, и мне помогите в том, что если вы такое подобное услышите от кого-то, прямо это мое видео берите, ссылку копируете и пересылаете. Вот таким людям. Итак, объясняю, почему раньше дед или бабушка могли пить, курить, прожить 90 или там 95 лет, скажем, есть все подряд, кто-то там про сало мне под видео, по салу, мол, протест такой, значит, что все это ерунда, он ел и пил, кто-то про мясо, кто-то... про все что угодно, вплоть до алкоголя и так далее, поясняю для любителей вот таких дешевого самообмана. Ваш дед, прабабушка, ваши прапрадедушки, прапрабабушки родились тогда, когда не было сотен факторов, объективно негативно воздействующих на здоровье всех людей, которые приводят сейчас и катализируют те проблемы и болезни, которые есть или развелись бы, но позже, а теперь раньше, потому что возникли факторы, совершенно объективные причины, которые приводят к болезням в более молодом возрасте сейчас всех нынешних жителей земли, в той или иной мере, конечно, и степени, но особенно я говорю о жителе городов, мегаполисов в первую очередь. Давайте на логику вопросы. Скажите, когда ваши прабабушки, прадедушки родились? Была ли такая химизация сельского хозяйства? Они родились в деревне? Нет? А занимались они тяжелым физическим трудом с утра до вечера? Как, собственно, все жители, ну, кроме некоторых дворян, которые действительно, так сказать, тяжелым физическим трудом не занимались, на балах, так сказать, ночами, так сказать, танцевали и действительно жили в основной своей массе недолго. Простой русский мужик жил совершенно не так, ел простую пищу, выращенную своими руками, работал с утра до вечера, но жил не то жил, ну, кроме времен войны, голода, эпидемий, так сказать, и прочее, это все понятно. Однако все сверхдолгожители без единого исключения всегда трудились всю жизнь свою. Что до питания пища была самая простая, но богатая по своим питательным веществам, потому что почвы 100-200 лет назад, когда мы говорим о рождении там прабабушек и так далее, и предков, или ранее, были богаты питательными веществами, то есть содержали все то, что по таблицам когда-то потом уже ученые в начале 20 века рассчитали, что эта пища должна содержать такое-то количество таких-то микро- и макроэлементов, и действительно, все это правильно, но сейчас почва давно уже не содержит их, потому что почвы бедны, потому что неправильным сельским хозяйством, из почв давно уже высосали многие микроэлементы ценнейшие, а туда внести их не смогли, потому что вносят очень ограниченный список в виде минеральных удобрений. Мы сейчас не будем даже о том, что вредно-полезно в этом плане, тем безграничное здесь количество, я хочу лишь суть сказать. Итак, не было той химизации сельского хозяйства, продукты были богаче по своим питательным свойствам, по составу ранее, физическое правильное развитие, отсутствие сахара практически в питании простых людей, тех самых деревенских прабабушек, прадедушек, это факторы, которые позволили вырасти и окрепнуть до взрослого же состояния молодым организмом в своей норме, в своем естестве, без помех, без проблем. Это огромная проблема. Сахар в наши дни, который есть везде и во всем. А раньше был только дорогущий мед, который иногда ели из сладкого, из концентратов. Сладкого не было ничего. Его сахар тоже изобрели в конце 19 века, по сути. Ну, массово пользоваться изобрели чуть раньше, но имеется в виду пользоваться стали с конца 19 века, а в основном с началом 20 века. И вот в этом 20 веке в десятки раз нации, все разные, стали его больше потреблять. Кстати, например, тем же Чулкчем, Венком, народом Крайнего Севера, как принесли макароны, сахар и тому подобное, сразу они начали жиреть. Раньше не было ни одного жирного человека там. Но это мелочь. Не буду я эти все эти моменты сейчас пояснять. Я все, о чем вы только можете подумать, пояснял, отвечал в моих видео. Поэтому лишь скажу, как пользоваться правильно, находить, как мои видео. Например, интересует вас какая-то тема. Ну, найдите, напишите в Ютубе, скажем, фролов, пробел и какая-то тема. Скажем, инсулинорезистентность или по печени, там печень, допустим, даже слово, или почки, или, так сказать, сердечно-сосудистая система, дыхательная система, или, там, чем вреден ужин. Ну, короче говоря, на сотни-сотни тем вы найдете мои видео. А то пишут люди тоже часто невнимательные и ленивые. А вы бы сделали видео вот про то. Так я, может, давно уже сделал. Вы посмотрите, найдите перед тем, как вот это писать. Сейчас детей оберегают от физической работы. Сейчас вы все живете. Вокруг вас что? Электромагнитный смог. Некоторые дураки думают, что это не имеет значения, что это совершенно безопасно. Но об этом у меня много видео было, и доказательные базы там абсолютно полные и неопровержимые. Что, разумеется, электромагнитные поля, особенно ВЧС, ВЧ-излучение, пагубны для организма, здоровья любого человека, а тем более, когда бедный маленький ребенок рождается и живет в этой среде. В том числе и поэтому современные дети больны поголовно практически. Что здоровых детей практически не найти. Это, кстати, все еще и причины, почему вырождается в плане генетическом вот человек как богатырь. То есть тот самый мужик, крепкий, сильный, которые в каждой деревне, в общем, раньше были, а теперь и в этом плане вырождение. Это все звенья одной цепи, в том числе. Тут и алкоголь, и другие, конечно же, факторы. Минуту моей рекламы. Качественной, уникальной и очень нужной всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа. Но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами, а значит снимает сухость слизистой и перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло, давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео. Ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского Академгородка, гель для суставов глубокого проникновения для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель-сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео, под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Потом, ваши дедушки-бабушки, те, кто вот, как пишут, пил-курил, вашим родителям подгадили генетику, потому что алкоголь – это генное оружие. Согласны вы с этим? Не согласны? Это просто истина. Алкоголь вышибает генетику, приводит к деградации как отдельно взятого человека, так и будущих поколений, его детей, внуков. И каждое последующее поколение сейчас и живет меньше по времени, за редким исключением срок жизни, я имею в виду. Об этом свидетельствует и тысяча писем под моими десятками видео о долгожителях, когда люди так и пишут, право вывод. Про прабабушка, там, 125 лет, там, бабушка – 100, и уже в дальнейшем родственники все потомки меньше жили. Итак, мы добавляем фактор алкоголя, табака и прочей гадости, неестественной для человека, которая губит его генетику в том числе, и потому последующие поколения уже будут жить меньше. Потому вы забудьте про бабушек и дедушек, которые столько жили, вы лично столько не проживете, если вы будете пить, курить, есть мясо и так далее. То есть, еще раз, есть факторы вредные. Но чем меньше вредных факторов, тем человек может прожить дольше при равных прочих факторах. Но это не означает, что и другие факторы, о которых я говорю, неуместны. Например, то, что мясо неестественно потреблять, что это сокращает жизнь человеку в любом случае, что человек, употребляющий мясо, умрет от рака в любом случае, если он раньше не умрет от других болезней, он инсульт, инфаркт и прочее, просто он не доживет до рака. Это все тоже абсолютно истинная правда. И в своих видео я об этом во многих рассказывал. Сейчас я же не могу вам объяснять видео-то о другом, о сборных факторах. Итак, если у бабушек и дедушек могло это все пройти, прокатить, что называется, и не так сильно воздействовать, потому что были многие положительные факторы, отрицательные, то сейчас очень много отрицательных, а положительных мало. Потому вам, внукам и правнукам, ваших бабушек, дедушек, надо еще тщательнее, в разы, в десятки раз заботиться о здоровье, если вы, конечно, хотите прожить дольше. Есть те, кто не хочет, но он, по крайней мере, честен, так и пишет. А я лучше там буду пить, кутить, там проживу меньше, чем для меня жизнь. Вот неинтересная, иная, другая, любая. Жаль таких людей. Ну, по крайней мере, правду написал, да. Но некоторые же начинают выпендриваться, что все это ерунда. Нет, это истина. Просто вы от себя ее отмахиваете и пытаетесь подменить своей удобной вам правдой, якобы правдой. Так, были раньше у бабушек, дедушек красители, эмульгаторы, разрыхлители, улучшители вкуса, так сказать, пищевые добавки и прочая химия в быту, в одежде, в почве, в еде и так далее, и так далее. Ну, то есть во всем окружающем пространстве. Не было. Не было. Это вы способны выяснить, что это очень важные факторы? Так вот, добавим к этому факторы вот этой неестественной жизни урбанистической в железобетонных коробках, где нет связи с землей, где нет снятия статического напряжения электрического поля с тела, потому что мы изолированы и подошвами, и, так сказать, прочими прокладками от земли. И это все не мелочи. Это естественно. Причем, более того, сверхдолгожители, просто, что называется, и жили, и спали на земле многие, в прошлое, вот, 200 там лет и так далее, и назад. Стрессовых факторов таких не было. Нынешней, неестественной вот этой жизни постоянно в стрессах, когда люди находятся. Но вот всего этого практически не было такого. Жили себе, в основном, 95% были сельские жители. Да. Вот жили они, как тысячелетиями жили практически, плюс-минус их предки. Стабильно, пусть и трудно, но привычно. И радость находили и в праздниках, и жили общинно. Ну, как говорят, чинно и благородно. Дорогие друзья, если вы мне благодарны за мои видео, за те знания, которыми я делюсь с вами, за мое время, которое я трачу на создание данных видео, то если уж вы не покупаете мои продукты, товары, приборы, то, по крайней мере, будьте благодарны настолько, чтобы хотя бы оставить комментарии под этим видео. Ведь большое количество комментариев продвигает ролик в Ютубе. и напишите, какие темы вы хотите, чтобы я осветил своих будущих видео. Нынешняя извращенная жизнь, да, это приспособление к новым условиям, но это не нормально и не есть естественно. Это противоестественно. Потому сейчас факторов воздействия негативных больше. Вообще, это видео я делаю для того, чтобы, ну, как сказать, не отвечать. Это невозможно каждому, кто такое пишет или кого-то удалять. Ну, конечно, я не всех удаляю, только тех, кто по-наглому, по-хамски. Или пишет такую чушь, упиваясь своей якобы правотой, что даже отвечать на это просто противно. Ну, и нервы свои лишний раз не тратить. Так вот, это будет проще ссылку скинуть. Ну, так же, как вот, например, некоторые пишут, что, а вот, мол, веганы подкалывают растениям, тоже больно оказывается. И пишут под копирку уже то, что до них многие подобное писали. А я давно видео снял, морковки тоже больно называется, где как раз все вот таким людям подробно разжевал. примерно будет это видео таким же, для удобства, скажем так. Вот и все. Или, как мой ответ моим видео, которое называется «Все понятно, запятая реклама», ответ тем, кого бесит, что в моих видео есть реклама. То есть, они живут в мире, где нет рекламы никакой, а когда она у меня, например, их это бесит. Ну, вот таким я тоже, значит, чтобы они очнулись, сделал видео. Вот, и это видео с таким же сюжетом. что хватит нести чушь, самоуспокоительную и самообман насчет того, что якобы вот этим своим протестом вы хотите, мол, показать и сказать, что и вы проживете, как ваша бабушка и дедушка, а не, мол, вот, все подряд ели. Во-первых, не все подряд, тогда не было той химической пищи. И, во-вторых, генетика ваша уже изгажена, и вы уже столько не проживете, потому что, если дедушка пил, и отец пил, курил, то, извините, конечно, чудо не случится, и вы проживете еще меньше. Ну, а для тех, кто не хочет себя дешево обманывать, хочет знать правду и действительно прожить хочет дольше и качественней, вот мои видео и существуют по здоровью, где я как раз все эти аспекты поясняю. В наши дни, да, без биодобавок не обойтись вообще, которые как раз являются концентратами питательных веществ, то есть минералов, витаминов, но только в органической форме, разумеется, натуральных, полученных из растений, а не синтетическим образом, да, из нефти, допустим, это, конечно. Вот не обойтись при том тотальном дефиците тех же микроэлементов в почве и, значит, в продуктах, которые в наши дни просто как факт существуют. Почему, кстати, если хотите понять мое видео «Лес и почва», я там это подробно все объясняю. И давайте все-таки быть честными людьми, хочу я призвать вас всех к этому, то есть мое мнение, ваше мнение, на него наплевать должно быть честному человеку, вот на свое мнение, а только надо не плевать, а наоборот серьезно относиться к фактам. Понимаете, к фактам, как бы они вам были неприятны, это не имеет никакого значения. А также пословица «предупрежден, вооружен», да, как говорится. Поэтому надо знать, а не скрываться от проблемы. Знать, что делать, как делать, как правильно поступать, жить, питаться, так сказать, здоровый образ жизни есть такое понятие. Он, конечно, уже заплеван, он уже оболган во многом, но как раз мои видео и дадут вот эту полную картину миропонимания. Конечно, для этого надо проявить то, что сейчас люди проявлять не любят. Усердие, трудолюбие, то есть убрать лень. Не как некоторые пишут, зачем лишние слова, только надо, мол, то, что сделать, и все. Ну, дожили. Это деградация. Деградация личная и общество. Я по мере силы возможностей своих буду, как бы, противостоять этой деградации. И я призываю вас делать то же самое. Тему я осветил очень поверхностно, разумеется, просто дал понять, задуматься вам, возможность вот этими нюансами. Почему нельзя сравнивать тех предков с нынешними, живущими в этом искусственном, синтетическом, рафинированном мире. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи вы можете на нашем сайте nadgard.ru Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает Почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.